Рисовая листовая нематода Афилинхоидес бессеи – высокопатогенный паразит. Основными растениями-хозяевами нематоды являются рис и садовая земляника. Также поражаются лук, соя, кукуруза, хризантемы, несколько видов трав, дикие формы риса. Рисовая листовая нематода распространена во многих регионах мира, где возделывают рис – в странах Юго-Восточной Азии, в Африке, в Центральной Америке. В Европе вредитель в среднем на 20-30% снижает урожайность земляники. В России в 1960-е годы нематода наблюдалась в южных регионах, Кавказских республиках и Приморском крае. У нас это Краснодарский край, но в последнее время сообщений о серьезной вредоносности этой нематоды мы не видим. Дело в том, что у нас в Краснодарском крае до недавнего времени культура возделывания риса немного отличалась от других стран. Это суходольный рис. Видимо, поэтому повреждения были не столь значительные. Хотя сейчас крупный холдинг там выращивает рис на чеках. Поэтому могут быть и всплески этой нематоды. Заражение растения хозяина происходит в момент прорастания зараженных семян в почве. Нематоды проникают в точку роста проростка, двигаются вместе с ней и питаются молодыми листьями эктопаразитически. В период формирования метелки нематоды начинают питаться зерновкой. Она питается непосредственно зерном, пока оно еще не созревшее, мягкое и находится под зерновыми чешуями. Вот в этих гербарных образцах им уже более шести лет, она до сих пор жизнеспособна. Верхние концы пораженных листьев, лишенные хлорофильных зерен, в фазу выметывания белеют. Поэтому заболевание первоначально называлось «беловершинность риса». Позднее пораженные участки коричневеют, наступает некроз ткани. Уменьшается размер и число зерен в метелке, кроющие чешуйки становятся белыми. Как мы здесь видим, здоровый колос и больной колосок риса. Больные зерна более щуплые, колоски меньше, метельчатость может быть больше, а наполненность зерна практически нулевая. Симптомы повреждения на землянике садовой у земляничной и рисовой нематод идентичны. Листья закручиваются, усыхают, растения остаются мелкими. Видно, что темнеют пятна, они сначала красноватые, либо полная деформация, листики практически не развиваются когда очень сильно. А так вот видно по жилкам, она питается на клетках листа. Между жилками распространяется, поэтому такие вот угловатые повреждения характерны именно для листовых нематодов. Рисовая листовая нематода – это тонкие подвижные нематоды, червеобразные, длиной до 0,88 мм. Самки откладывают до 400 яиц в несколько приемов во влагалище листьев или в метелке. Полный цикл одного поколения нематоды проходит от 7 до 14 дней. Внедряется инвазионная личинка, хотя у листовых могут быть инвазионными и все возраста, как и у стеблевых, у листовых могут внедряться. Но после зимы отрождаются из яиц и внедряются в точку роста при прорастании семян. И вместе с растением уже питаются внутри. Иногда внедряются, но чуть попозже. Для этого нужна влажная пленка, чтобы они могли передвигаться по растению. В зерне нематоды проникают под пленки и там сохраняются до следующего посева. За время своего развития личинка проходит 4 возраста. Первый – яйце проходит, второй возраст – это инвазионные личинки считаются. В третьем возрасте начинают формироваться уже половые органы, а четвертый возраст – это взрослые нематоды. За сезон развивается до 13 поколений рисовых нематод. К методам выделения нематод относятся вороночный метод Бермана, визуальный метод выделения семян и растений, выделение нематод из растений в различных сосудах. Нематод желательно определять в живом виде, для этого готовят временные микропрепараты на стекле. Отличается от других видов она своим строением, ну хотя бы по мукро. Это обязательно промеры. Нематоды червеобразные. Существует, конечно, половой деморфизм, там у них самки, самцы. Ну и самки, и самцы имеют на конце хвоста мукро. Небольшие такие выросты. У афиленхоиды сабисея сложное мукро, четырехлучевое, звездообразное такое. Меры защиты от рисовой листовой нематоды, соблюдение севооборота, термическое обеззараживание мелких партий селекционного материала, селекция устойчивых к вредителю сортов, оптимальные сроки сева риса семенами высоких кондиций, борьба с сорняками. Субтитры создавал DimaTorzok